Друзья, всем привет! С вами депутат Московской городской думы Ступин Евгений. Нахожусь сейчас в Некрасовке и сегодня на примере вот этого моего района мы поговорим о том, как изобличать ложь единороссов и при этом достигать хотя бы каких-то значимых, общественно значимых результатов в районной работе. Примером этому могут служить так называемые подземные переходы через улицу Рождественская, которую власти делают уже три года, три года. Вот сейчас за моей спиной вы можете видеть, это стройплощадка, она то увеличивается, то уменьшается. Соответственно, на Рождественской, на пересечении вот это с улицы Лепчанского, дальше с улицы Сочинская и потом с улицы Покровского. Вот три года жители уже мучаются, вот так обходят вот эту стройплощадку, это крайне неудобно, движение все, естественно, перекрыто. И поэтому этой работой я начал заниматься достаточно давно. Вместе с командой мы инициировали еще осенью 2020 года совещание с департаментом строительства, это их компетенция, о том, как сократить эти сроки. Были выездные совещания, сейчас вы можете видеть их фотографии, там были документы определенные. И в итоге договорились, что к концу 2021 года все это строительство, оно будет завершено. Соответственно, решения приняты были, решения начали реализовываться. В общем-то, мы поняли, что объективно большего достичь не удастся. Но на всякий случай направили еще дополнительно несколько запросов. И на один из этих запросов руководитель департамента строительства от 10 марта 2021 года, внимание, 10 марта 2021 года, ответил нам, что действительно срок сохраняется. Он официально подтвердил, вы сейчас можете это видеть, опять же, что срок, конец 2021 года, все вот эти переходы будут построены. Я жителям об этом сообщил в соцсетях, на своем сайте. И, ну, в общем-то, эту информацию восприняли, по крайней мере, хоть какой-то конечный срок был обозначен. Что происходит дальше? Дальше происходит самое интересное. В игру вступает предвыборная кампания в Госдуму. Сразу надо понимать, я как действовал, как депутат, действующий депутат Мосгордумы, а никак не в связи с какими-то предвыборными кампаниями, поскольку на выборы в Госдуму не собираешь. Так вот, но, тем не менее, эта предвыборная кампания, она началась по факту. И кандидат от, скажем так, изначально позиционировавшей себя как от общественности, Татьяна Буцкая, которая якобы возглавляет там какой-то совет матерей, на самом деле она уже в Единой России, вот последняя ее фотография, она присутствовала там у них на съезде. И она вот здесь вот организовала встречу с какими-то жителями, соответственно, ну, жители это были или нет, на самом деле неизвестно. Ну, и на них пообещала, что к концу 2021 года эти переходы будут построены. У нас задача, чтобы до сентября дорогу уже была открыта, а до декабря 2021 года уже здесь появился подземный пешеходный переход. Ну, мы этого и так добились, как бы, что-то обещать-то. Это было известно до того. Но из нового, что она сказала, что, соответственно, движение вот это вот здесь, на пересечении улицы Рождественской и улицы Лепчанского, будет восстановлено не к концу 2021 года, а к сентябрю 2021 года, то есть к выборам. То есть она себе это хотела поставить в заслугу, что вот она этого добилась, и поэтому за нее проголосуйте. То есть, понимаете, она ставит вопросы не экологии, самый острый вопрос на красаве, не дефицита парковок, не нехватки места в детских садах, не глобальных ошибок в градостроительстве, которые были допущены правительством Москвы, не нехватки специалистов поликлиник. Нет, она все эти вопросы не ставит, то, что действительно беспокоит жителей. Она ставит вопрос, вопрос, который уже, по сути дела, решен. Но и здесь-то не могла ничего нормального сделать. Ну, единороссы, они же все, по сути, для вида делают. И когда вот она объявила об этом, что движение будет открыто, соответственно, к сентябрю 2021 года, но она не учла или не сказали, или специально умолчала, что при этом будет закрыта парковка на улице Недорубова. Итак, друзья, вот мы сейчас как раз находимся с вами на улице Недорубова. Вы видите, что вдоль самой улицы, вдоль проезжей части парковок нет. А раньше они были. Раньше, соответственно, это огромная проблема для жителей Некрасовки. Но вот сейчас люди вынуждены парковаться именно только на объезде в дворовые территории, потому что здесь работает уже, на самой проезжей части работает эвакуатор. Как так получилось? Ну вот для того, чтобы в связи с перекрытием Рождественской, нужен был проезд большегрузной техники и пассажирского транспорта. Вот поэтому поставили такие знаки. Но кандидат от «Единой России» Буцкая почему-то об этом не сказала жителям. На это обратил внимание Иван Серебряков, активист, активный житель Некрасовки, который в политике нигде особо замечен не был. Просто как активный житель нормальный, он вот сфотографировал вот эти знаки, запрещающие парковку, которые тогда еще были обернуты. Это произошло 9 мая текущего года. Я обратил внимание, стал, попытался выяснить в департаменте строительства, как, почему так происходит. Мне вот всю эту схему опрессовали, что именно для проезда транспорта. Но это было неправильно. Мы все понимали, что для жителей это огромное неудобство, это вообще социальным взрывом может грозить. Что касается Некрасовки, если вы говорите про транспортные проблемы Некрасовки, так они по-другому в первую очередь решаются. Они решаются в первую очередь ограничением застройки, той дикой вообще застройки, которая сейчас идет. Только 17- и 25-этажные дома в Некрасовке. А обеспеченность парковочными местами в них 10% людям просто некуда ставить свои парковочные, свои машины. Поэтому организовали опрос в соцсетях. Это пост был в группе «Совесть Некрасовки» 12 мая. Поддерживают жители вот это предложение «Будской» о том, чтобы ускоренно ввести в эксплуатацию рождественскую, снова открыть ее за счет запрета парковок. И две трети жителей высказались против. То есть явное большинство. Две трети жителей. Естественно, это сразу возымело определенный эффект. И надо сказать, что хоть какое-то компромиссное решение, но власти здесь приняли. Итак, друзья, 12 мая мы выложили опрос, по результатам которого две трети жителей из 700 участников опроса, достаточно много, 700 для районной группы, высказались против запрета парковок на улице Недорогова. И именно это побудило власти спустя два дня, 14 мая, найти компромиссное решение. А именно, глава управы Елена Хромова сделала свой пост. Она очень редко делает посты, потому что раз в месяц там сама, да, не перепост, а именно сама. Ну вот это раз сделала. Она написала о том, что парковка теперь разрешается на улице Лепчанского. Вот он, эта улица. Мы видим, что сейчас здесь вдоль проезжей части некоторые машины стоят, соответственно. Естественно, это сейчас день. Вечером, ночью все эти парковочные места заняты, когда люди приезжают с работы. Достаточно ли это для жителей? Нет, недостаточно. Конечно, это не решило проблемам парковок, но несколько смягчило ее, скажем так. Несколько смягчило тот удар, который для нас готовила Буцкая. Какой из этого вывод для нас с вами? Для того, чтобы решать свои вопросы, нам нужно проявлять активность. Так как эту активность проявил, например, Иван Серебряков, который поднял эту проблему в общественное пространство. И дальше эту проблему должны подхватывать другие жители, желательно и депутаты тоже. И в этом случае, благодаря огласке, у нас с вами всегда будет шанс на изменение ситуации. Ну и об этой проблеме я также писал письма и, соответственно, говорил с трибуны Мосгордумы. Я думаю, ключевое, безусловно, здесь это реакция самих жителей. Их активное участие в вопросе, их активное комментирование, их активные посты. И именно испугавшись общественной реакции, власть стала искать какие-то более или менее компромиссные варианты. Боритесь за свои права.